Доброго времени суток YouTube! Уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые наши контрагенты, вы знаете, что в рамках 749 приказа Минздрава Российской Федерации, наряду с медосмотрами, необходимо работникам проводить психизиологические обследования. Психизиологические обследования регламентируются тем же самым 749 приказом Минздрава и определяют 4 основных психизиологических методики для проведения необходимых психизиологических процедур. В частности, это такие методики, как MMPI, простая зрительно-моторная реакция, сложная зрительно-моторная реакция и реакция на движущийся объект. Соответственно, у вас на предприятии должен находиться проученный психофизиолог, аттестованный к этому виду деятельности и проводить он должен эти самые психизиологические обследования. Кроме того, вы можете от нас получить в виде услуги эти обследования, то есть получить результаты по этим самым 4 методикам MMPI, ПЗМР, СЗМР и РДО. Сейчас я хочу показать, как работает наша методика MMPI, нашей разработки научно-прикладного центра АКМЕ и открываю папочку MMPI. Здесь у нас полная версия, она установлена мною на мой компьютер и зарегистрирована соответствующим образом. Мы видим здесь внутри этой папочки три папки дополнительных. Это инструкция пользователя для специалиста, который будет это все проводить у вас на предприятии, установочные файлы методики MMPI и дополнительные материалы со всеми нормативами, ключами и тому подобными вещами. Давайте зайдем в папочку установочные файлы и мы внутри этой папочки увидим одну папочку результаты, где будут сохраняться результаты в базе данных и индивидуальные результаты, то есть будет программой автоматически генерироваться два экселевских файла, один из которых база данных будет пополняемый по мере того, как ваши работники будут на вашем компьютере проходить данные обследования по методике MMPI. И кроме того, экселевские файлы также будут формироваться индивидуально для каждого конкретного работника, Иванова, Сидорова, Петрова и так далее. Давайте сейчас не буду я тянуть и открою файлик, запущу файлик MMPI MDE. Так выглядит зарегистрированная и установленная программа MMPI, Миннесотский многоспектный личностный опросник вариант MIL на 377 утверждений в адаптации Березина. Только эту методику MMPI можно использовать при проведении психозагических обследований. Мини-мульт использовать нельзя, 566 смил Собчиковский использовать нельзя, это не для этого предназначенные методики, это точно. Кроме того, тут элементарные настройки, которые специалист проведет за 10 секунд, просто указав путь к папке сохранения результатов базы данных, вот обратите внимание, здесь она прописана, и кроме того, необходимо будет указать путь к сохранению индивидуальных результатов, то, о чем я уже буквально сказал 5 секунд назад. Сохраняется в двух файлах, в базе данных результат сохраняется, и он пополняется, и индивидуальные результаты по конкретному Иванову, Петрову, Сидорову. Значит, программа зарегистрирована и настроена должным образом, но и все это заняло у меня порядка 20 секунд. Давайте сейчас перейдем к обследованию, нажмем кнопочку «Начать работу». Здесь необходимо ввести индивидуальный номер, это может быть табельный номер работника, обязательные поля, все поля обязательны для заполнения, пускай это будет номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Значит, фамилия, допустим, Иванов, не буду полностью прописывать, Иван Иванович. Пол у нас выпадающий именем мужской, возраст 11-11-1977, к примеру, это к примеру. Переходим к статусу образования, выбираем высшее образование, обратите внимание, сразу же программа выставила его возраст, 43 года, образование высшее, и здесь обязательно необходимо прописать какие-то данные по вашему предприятию. Предположим, это будет ГОК, горно-обогатительный комбинат. Это просто для примера. Все. Здесь указана дата проведения тестирования, индивидуальный номер, табельный номер работника, его фамилия, имя, отчество, пол, возраст, образование и аббревиатура вашего предприятия. Можно пройти обследование вручную с бланка, но это другая тема, другого видео. А можно пройти обследование в режиме диалога с компьютером. Нажмем эту кнопочку обследования. Предложится программой прочитать и ознакомиться с инструкцией. Она очень простая, элементарна. Главное не ошибиться в ответе на вопросы, на утверждение. Обратите внимание, можно даже вот сейчас это запаузить и посмотреть. Это классическая, самая точная, самая верная инструкция к методике Миннесотский многоаспектный личностный опросник. Уважаемые коллеги, можете остановить воспроизведение видео и почитать, как это все выглядит. Вот это является правильной инструкцией и никакой другой инструкцией пользоваться при проведении ММПИ, чтобы это была стандартность инструктажа для каждого работника, пользоваться нельзя. Это правильная инструкция по ММПИ, еще раз подчеркиваю это слово. Никаких отсебятий нанести не надо в этом смысле. Ни в коем случае этого делать нельзя. И переначивать как-то вот эти шесть пунктов инструкции ММПИ, классические шесть пунктов. Тут и проверено, неверно все описано и все, все, все. Здесь в этой инструкции есть все ответы на все вопросы, которые могут возникнуть у вас или у ваших подопечных, ваших обследуемых лиц. Давайте начнем тестирование. Вам последовательно будет предъявлено 377 утверждений. Так вот это все предъявляется и соответственно испытуемый в режиме диалога с компьютером отвечает верно или неверно, верно или неверно, верно или неверно, верно или неверно, неверно, верно, неверно, верно. Так повторяется 377 раз. Давайте так прощелкиваем эти ответы. Обратите внимание, номер обследуемого, наш заведенный 1234567, фамилия, имя, отчество, дата обследования, время обследования идет, в дальнейшем все это будет отображаться как в базе данных, так и в листочке индивидуальных результатов для каждого обследуемого. Продолжаю прощелкивать, все это 377 раз. В конечном итоге это самая точная методика для оценки психического состояния человека. В Америке, я знаю это точно, общаюсь с коллегами, сейчас используется MMPI-2, но он не адаптирован для русской популяции, у нас нет фазенд, у нас есть дачи или сады, ну или еще что-то. А вот в Америке вариант MMPI содержит, допустим, вопрос вы любите ли вы проводить время на своей фазенде. Это не адаптированная версия MMPI-2 пока недоступна и не должна применяться в России. Не должны применяться 566-совчиковский вариант, мини-мульт на 71 утверждение и соответственно только Березинский вариант можно применять при проведении психологических обследований. Все остальные методики на популяции российских лиц, российских людей, работников, кого угодно, больных людей в клинике, если дело происходит, должен использоваться только этот вариант Березина на 377 утверждений, только он является точным и верным. Очень сложные расчеты в этой методике. Сделать эту методику онлайн через интернет практически невозможно. Удивительная вещь. Соответственно, я прошел 377 утверждений и программа мне сообщила, тест MMPI завершен, ничего не нажимайте, позовите специалиста. Я подхожу как специалист, нажимаю кнопочку OK. Методика обработана и программа мне сообщила, что файл успешно сохранен в необходимой директории. После того, как я нажал кнопочку OK, это надо дождаться, значит поля очищаются. И соответственно после этого можно нажать кнопочку выход. Все, результаты сохранены, работа с методикой завершена. Собственно, вот все, что я вам хотел показать по работе с методикой MMPI. На этом все, благодарю вас за внимание и удачи вам!